всем при дорогие друзья с вами я александр михаленко и наконец-то мы добрались до севастополя сейчас мы находимся на графской пристани пройдемся по ночному приморскому бульвару покажу как украшает севастополь к новому году думаю ролик будет очень интересным потому что я здесь первый раз вы со мной здесь тоже впервые поэтому максимально поддерживаем и мы с вами начинаем прям здесь на графской пристани нас встречает вот это замечательное судно под названием херсонес те кто смотрели мои видеоролики давно помнят его у нас судаке на параде маломерных судов таврида мы там плавали вместе с ним конечно были крутые времена посмотрите как красиво такая у него ночная подсветка вот здесь такое у нас море уже и здесь рыбаки данный момент ходят рыбу и друзья вот он собственно говоря графская пристань выглядит она вот так я прочитал это самое древнее строение в городе которая есть вот это сооружение было еще в то время когда города не было его строили к приезду екатерины 2 вот здесь лестница была вся деревянная но когда приезжаю катерина я уже сделали из вот таких бетонных можно сказать плит посмотрите как все выглядит здесь честно говоря город просто мне кажется и простите что-то не закидайте камнями но он круче чем питер у него непреизойденная архитектура я когда прошелся по его улицам было восхищение обязательно все буду показывать вам вот друзья мы выходим на эту площадь конечно севастополе очень красиво я мечтаю сюда пасть перед новым годом обязательно приедем сюда еще в конце декабря чтобы подснять новогоднюю елку вот который сейчас кстати устанавливает идет установка новогодней елки и здесь уже поставили такую фото инсталляцию фото зону 2021 год 20 год уже я точно уверен всем надоел он был очень очень сложным его друзья скоро 21 год это круто и очень все ждем новый год ведь люди фотографируются и у них уже будет фоточки с вот такой крутой инсталляции но мы с вами отправляемся дальше что мне больше всего еще понравилось посмотрите на деревья это деревья платан который называется посмотрите как их красиво украсили они подсвечиваются разноцветными там фонариками у них все такие гирлянды висят выглядит конечно это все очень и очень красиво конечно видно что здесь над этим трудились и вот так украсили эту площадь прям идешь и у меня уже здесь появляется новогоднее настроение елки нет у меня новогоднее настроение и на 1 кто покажу вам елку севастопольскую пока вот в таком виде но ничего друзья зато для истории такие кадры нам уж точно понадобятся вот так я украшаю давайте подойдем поближе покажу вам ее поближе елка неживая искусственная и я за искусственной елки потому что зачем рубить если можно поставить вот такой на будет не менее красиво выглядеть вот она состоит из таких блоков не знаю давайте дотронемся мы первый который не всегда елки севастопольской вот друзья все мы это сделали уходим вот здесь посмотрите установлен памятник на химову который руководил крымским флотом свое время и читал что это памятник убирали на его место ставили памятник ленину но потом обратно его поставили или давайте подойдем поближе все это посмотрим посмотрите елки как они красиво подсвечиваются вот вам севастополь если каждый город крыма выглядел бы как севастополь это было бы что-то друзья к сожалению не все города выглядит вот так прекрасно согласитесь очень здесь красиво сейчас пойдем на приморский бульвар покажу вам что там творится там не менее красивее и мне кажется севастополь выиграл номинацию лучшая набережная крыма пойдемте смотреть вот здесь так все светится люди уже гуляют всем здесь нравится все довольны ждут новый год я бы хотел кстати побывать здесь на площади если бы конечно отмечали у нас снова новогодние праздники вот здесь на концерте на кого-нибудь но это в следующем году мы сюда приедем когда уже не будет самоизоляция этих коронавирусов и встретим здесь новый год вот так друзья очень конечно красиво пишите в комментариях где вы будете встречать новогодние праздники возможно где-то с вами и удастся пересечься смотрите на деревья согласитесь это очень красиво молодцы что так их украсили для настроения появляется сразу здесь смотрите красота друзья этот город даже лучше чем ялта однозначно но мы с вами двигаемся дальше давайте пройдемся по парку 10 раз включили подсветку и посмотрим что у нас происходит здесь видим катаются дети все веселятся посмотрите друзья какие здесь ухоженные клумбы все зелено все чисто ни одной соринки нигде нету очень очень красиво вот здесь за зеленым забором у нас находится амфитеатр сейчас идет его реконструкция и дай бог к следующему лету здесь здесь уже будет проводить концерты и мы с вами обязательно их посетим сейчас мы идем памятнику затонувшим кораблям посмотрите друзья какая красота здесь так я уже вижу мостик под мостиком сейчас пройдем и как раз выйдем туда дойдем под мостом посмотрите сам мост тоже 1000 какой там год 855 год вот так он украшен красиво и говорят если под мостом идти нужно загадать желание дано обязательно сбудется поэтому загадываем так и вот мы выходим вот друзья смотрите но чем очень красиво подсвечивается сейчас спуститься вниз что поближе его рассмотреть смотрите какая красота друзья и людей практически нету мы с вами считая 10 не ходим так давайте поближе подойдем рассмотрим его да друзья на фото он кажется крутым но не настолько как живую живую здесь совсем другие у него размеры он очень большой и выглядит намного круче и кстати если запустить квадрокоптер сверху на него посмотреть то он напоминает лицо енота если вас есть конечно фантазия фоточку я вам здесь прилагаю посмотрите это вид сверху на этот памятник конечно друзья севастополь меня просто поразил однозначно это лучший город крыма здесь очень красиво не знаю я бы хотели встретить свою старость посмотрите здесь плавают утокские люди конечно же подкармливают ходят их очень здесь много или не утки кто и такие первый раз лишь таких короче птиц но их можно прийти покормить посмотрите да друзья севастополь город герой однозначно заслуживает этого звания давайте пройдемся с вами дальше друзья снимаю уже ночью как видите на телефон надеюсь качество сильно не страдает потому что go пробы это это видео вообще бы не вывезла но мы с вами справимся дальше пройдемся по приморскому по этому бульвару посмотрим как там все украшено конечно там очень много зелена зелени высажены клумбы деревья кита растения набережная очень зеленая пожалуй самая зеленая в крыму ну что поднялись мы на приморский бульвар посмотрите здесь тоже высадили вот такие красивые деревья все они подстрижены и вот так даже ночью здесь выбирают набережную чтобы вы понимали все листочки здесь нету все это вам друзья не судак и ничего не делает набережная грязность если чисто культурно все смотрите и тут у нас даже розы в декабре так давайте отправимся в эту сторону здесь находится фонтан но сейчас на зиму его выключили и летом он функционировал здесь друзья каждое дерево имеет свою подсветку выглядит конечно как будто в какой-то мы с вами сказки идем вот такими прожекторами подсвечивается так вот здесь должен быть фонтан так там что-то подсвечивает еще давайте туда сходим так что друзья не сидите дома приезжайте в севастополь и прогуляйтесь по этой набережной по этой приморскому бульвару так что это за звуки друзья какая красота каждый стол фонарным картаж вот таким зонтом выглядит нереально круто видно что сюда вкладывают деньги и не воруют их просто нереально красиво так но мы с вами идем дальше здесь видите что написано держите социальную дистанцию полтора метра между людьми но мы держим у нас вокруг вообще на десятки метров никого нету так пойдемте обязательно друзья сюда еще приедем днем чтобы походить здесь когда будет светло покажу вам дневную набережную и всю эту красоту смотрите акульятор огромной табличка есть приморский бульвар заложен в 1884 85 годах эти люди не сидят дома выходят дышать морским воздухом лечебным кстати и наслаждаются всей этой красотой всей этой природой так друзья посмотрите на эту елочку как она шикарно выглядит и это даже не главная елка города смотрите какая красота смотрите все уже я фотографирую сегодня фотографируется даже дети ходят всем радостно давайте пройдем вы же снимаем огоньки вот друзья за новогодним настроением приезжаем в севастополь вот такая здесь красота но мы с вами продолжаем двигаться дальше должен успеть все пройти все вам показать вот здесь ты поставили такие красивейшие инсталляции а впереди театр и и так понимаю это от театра какие-то персонажи здесь стоят вот такие огромные фигуры что сказать друзья просто администрация или кто все это делал огромнейшие молодцы есть очень-очень красиво все все довольны насколько я вижу здесь тоже вот будут высаживать цветы кумочки все чернозем скорее всего завезли сюда в общем мне здесь очень-очень нравится смотрите как подсветили кипариса супер идея кстати для других крымских городов которые еще этого не сделали смотрите как выглядит кипарисовая италия шикарно просто так смотрите друзья нереально смотрите здесь на набережной установленные проекторы и в них вот такая социальная реклама мойте руки езди держите дистанцию одевайте маски в общем друзья молодцы что так сделали вот такой проектор и вот такая социальная рекламка и прям здесь вы на этом бульваре находится вот такой драматический театр посмотрите на его масштабы вообще как ощущение как будто я сейчас нахожусь не в крыму уже дает здорово даже какие-то с премьеры есть интересные какие числа давайте глянем что здесь будет показывать посмотрите друзья на эту лепнину просто нереально круто смотрится кайтесь красивая парковая зона какие здесь навочки какие инсталляции красивые видео таких зонтов а мне хочу стать горшочки и там растут цветы и ничего нигде не видел нас по крыму однозначно здесь очень очень круто и мы сюда переедем жить и главное что за этим следят здесь нет каких-то вандалов которые все это рушат сами любят свой город и не разрушают его подошли к гостинице севастополь посмотрите какая архитектура у этой гостинице это какой-то дом министров я бы назвал ее гостиница и еще обратите внимание что вот здесь на столбах висят вот такие красивые инсталляции я вам покажу что вешается нашем городе здесь вот такая красота смотрите друзья конечно гостиница я думаю здесь шикарнейшая заселяться мы здесь пока не будем что друзья или заселимся все-таки взять честно архитектура как будто я действительно не в крыму попал в какой-то другой город питер мне кажется что в питере нет таких красивых архитектур как здесь просто сегодня впечатлился севастополем он мне очень понравился а мы еще идем на самую дорогую улицу большая морская на ее реконструкцию было выделено 2 миллиарда рублей чтобы помимо сейчас дойдем до туда я вам покажу можно взять самокатик в аренду они здесь вот так стоят сразу же здесь заряжаются технологии дошли и до крыма когда-нибудь и до судака тоже думаю дойдут в общем вот так удобно скачиваете приложение вводите свои данные и берете катаетесь по городу на самокате севастополь большой поэтому думаю на самокате будет очень удобно здесь едет идем на улицу большая морская сейчас будем смотреть как она выглядит здесь в эту улицу было вложено 2 миллиарда рублей лица была восстановлена практически с ноля посмотрите как все оборудовали такое здесь покрытие вот такие зеленые деревья деревья здесь тоже не было их высадили но привезли их уже не такими маленькими как у нас судаки на набережной а посадили уже вот такие большие деревья они как видим прижились и радует здесь прохожих своей зеленью очень конечно все красиво все чисто все угодно стоит ли эта улица двух миллиардов рублей которые сюда вложили что здесь вообще такого интересного сделали но идем полностью смотрите восстановили сделали ее в таком ретро стиле так давайте берем посмотрите вот такие фонарные столбы были раньше у них интересный стиль пешеходный переход здесь даже люди с ограниченными возможностями может спокойно по нем переходить переезжать потому что все выполнено по технологиям сегодня в едином стиле посмотрите внимание на знаки они кстати по размерам меньше чем обычные чем стандартные вот такие тоже выполнены можно сказать таком советском стиле выглядит конечно очень красиво а это улица прям посмотрите зеленые деревья этих вообще здесь не было конечно нельзя красок крайне и наверное по круг каждого деревья как мы видим есть клумба здесь тоже цветут цветы но и не вот как и здесь что здесь находится парковая зона видим тоже благоустроена все урны в одном дизайне и и вообще-то все улица выполнена в одном дизайне смотрите вот так и я севастополь конечно меня сегодня просто удивил обязательно сюда будем возвращаться я думаю что еще не один раз вот такие скамеечки встречается можно передохнуть если устали но друзья на крым совсем не похоже встречаются вот такие телефонные вот телефон есть тревожная кнопка вот она за вами кто-то гонится выступить нажимаете ем на приезжает на этом лице есть телефон который по которому можно позвонить также можно подключить свой телефон зарядиться просто вот так на улице и здесь кстати раздается бесплатный вай-фай поэтому все удобства соблюдены мы попали в какой-то технологический город в крыму смотрите здесь стенды здесь находили заселим с ним победа севастополь вот так друзья и такое бывает в крыму наверно вам еще этого никто не показывал мы с вами здесь идем из блогеров первой большой морской улице и вот так все сможет конечно очень здесь понравилось за первый крымский каршеринг самокатов можно взять самокатик вот по штрих-коду и отправиться в нем по городу и оставьте где-нибудь на такой же остановочки для самокатов на парковке очень удобно молодцы что вот есть такие технологии проходим кинотеатр победа здесь тоже проходила реставрация сделали как видим новую лестницу поставили положили новую плитку и сделали подсветку так смотрите подошли какому-то скверу посмотрим что там стоит за памятник кузнецов николай герасимович нарком главком министр в мф ссср смотрите что я заметил здесь во всех клумбах во всем городе используют древесную кору видите это друзья кара в клумбах во первых смотрится это нереально круто еще ни в одном городе этого никогда не видел в севистополе видео это впервые во вторых здесь капельное орошение видите шланки стоят и в третьих кора задерживает влагу поэтому они просто все продумали и сделали вот так с корой такие технологии это не только в этом месте то по всем клумбам которые сегодня прошел вот так лежит кора поэтому друзья просто молодцы что все это сделали однозначно большой респект администрации тем кто это занимался я прям очень доволен этим городом мне здесь безумно нравится так но мы идем дальше посмотрите это все оформлено в стиле 60-х годов даже вот такая торговая удочка смотрится очень себе неплохо и друзья покровский собор смотрите на эту касту подойдем поближе и все детально смотрим вот друзья выходим смотрите покровский собор красиво вот он севастополь чем вот такой для вас ракурс смотрите те кто был на красной площади видели что там деревья точно также обмотанным таким бамбуком и друзья на те что еще дети заметил я здесь не заметил объявлений которые приклеены на столбах что здесь вообще происходит как они с этим боролись поделитесь практика для других городов крыма потому что сколько мы уже прошли я не увидел ни одного приклеенного объявления ни одной листовки друзья не на фасад здания не на дерево не нас фонарный стоп как они с этим боролись к ним там очень интересно возможно здесь какие-то супер культурные люди которые этого не делают но возможно как-то администрация их мотивировала не клеить либо какие-то штрафы вели потому что в судаке ничего не работает все деревья все стопы заклеены и выглядит это просто ужасно здесь же посмотрите о заметил нет нет ни одной надписи на стене ни одного граффити это прям у меня действительно впечатляет как они смогли с этим побороться непонятно вот так друзья севастополь делитесь технологиями давайте ну что друзья давайте подводить итог честно говоря это самая благоустроенная улица крыма который я видел своей жизни севастополь мне дико понравился я однозначно рекомендую вам сюда приехать насладиться вот всей этой красотой я вам гарантирую вы не пожалеете как я мог не приезжать севастополь 7 лет который живу в крыму это просто что-то нереальное друзья город моей мечты день я влюбился в севастополь просто не знаю как передать свои эмоции свои чувства обязательно вернемся к новому году это это очень крутой город но я где все благоустроено приезжайте севастополь сдавите меня с тобой если будете ехать ну а мы встретимся с вами уже завтра в новом видео с вами был я александр михаленко ставьте лайки пишите комментарии приглашайте друзей на канал нас уже скоро будет 100000 всем пока